Приветствую любителей Москвы! Вы смотрите передачу Реки и озер Московского края. Ну и сегодня о речке Кипятки. Вот такое интересное название. С одной стороны, вроде бы традиционное, на АК, от Котловка, там была, да, Кипятка, Пихорка, такие вот на АК, это довольно обычное название. С другой стороны, слово Кипеть, Кипят, что-то такое связанное с кипением, да. Вот, но считается, что эта речка, она как бы с большой скоростью, поскольку начиналась она буквально на вершине Воробьёвых гор, вот, хоть и на плоской, ну и горы, конечно, такие, всё-таки скорее это холм, конечно, в высоком берегу Москвы-реки. Это то, что называется Воробьёва гора. Но поскольку у нас Воробьёва, собственно, гор, как таковы, конечно, в Москве никаких нету, да, и в окрестностях, то вот, ну, для нас, скажем так, даже такой вот, в общем-то, холм, да, он является горой, да. Скажи, например, какому-нибудь там Кавказцу, да, вот, или Азиату, у которых там большие горы, что вот, смотрите, у нас Воробьёвы горы, они просто со смеха упадут, да, потому что когда там вокруг Гималайи, там, да, Памир, Кавказские горы такие здоровенные, там, на 2-3 тысячи метров, да, ну, что там по сравнению с ними, эти Воробьёвы горы? Ну, это, конечно, просто какой-то холмик небольшой, ну, для нас горы. Ну, короче, вот там она начиналась, и потом вот она так вот текла вниз, соответственно, да, подобно горной реке, ну, и вот она как бы так вот силой, как такой мощный поток, ну, немножко утрирую, конечно, но примерно, да, она так вот, значит, вниз стекала и, соответственно, впадала в речку Сетунь. Ну, собственно говоря, почему впадала? Она и сейчас впадает, просто вопрос в том, что происходит всё это в подземном коллекторе, мы это не видим, вот. Но, по сути дела, мало что меняется. Короче говоря, такое вот бурное течение, ну, подобно, ну, немножко даже подобно, кстати, Котловке, да, Котловка такая, в общем-то, тоже бурная речка, вот тоже в глубоких оврагах протекает, и немножко у неё подобно такое вот, как горное течение напоминает немножко, да. Ну, и вот эта речка тоже, только в отличие от Котловки эту речку мы не видим, да. Но вот если вы, например, были когда-то вот здесь вот на Мосфильмовской улице, вот на этой, то вы наверняка замечали, что здесь между вот жилыми домами, вот этими, и Мосфильмом, вот видите, жилые дома, они такие довольно для влиятельных людей, в основном, были построены, в том числе для генералов, для таких военачальников всяких, ну, вообще для военных, для интеллигенции. Тут Мосфильмовская улица, она очень престижная всегда была, вот, и тут много жилых разных, ну, и живут, наверное, сейчас, да, довольно известных людей. Так вот, между вот этими жилыми домами, а там Мосфильм находится, так вот, между ними находится такая довольно живописная, интересная место. Ну, ориентиром является вот это вот, если кто не знает, это стройка вот жилого комплекса «Вишнёвый сад». Ну, кстати, он не случайно так называется, ну, не только потому, что, конечно, желание привлечь людей сюда, в этот вот жилой комплекс, это всё понятно, как ни назовёшь, лишь бы только купили. Хотя, думаю, что здесь особо привлекать не надо, потому что место такое, что тут, наверное, с руками и ногами всё скупят. Вот, но действительно здесь место такое довольно живописное, вот, и наверняка раньше тут росли сады, растительность. Так вот, и вот такое вот интересное место, да, казалось бы. Вот, видите, такая ложбинка, красивая долина такая вот здесь. И причём из одной и с другой стороны вот этой улицы Мосфильмовской. Вот, но, что интересно, да, если вот мы, например, сюда пойдём, скажем, да, вот посмотрим панораму, то вот немножко зайдём как бы, да, сюда вот от улицы, да, то мы вот увидим, что здесь, видите, прогулочные дорожки такие вот проложены, много зелени, вот, причём, слава Богу, ещё пока неблагоустроенный, неурбанизированный, да, то есть ещё, так сказать, остались остатки ещё, так сказать, естественной растительности, что хорошо заметно, какие-то вот спуски идут разные, да, кое-где там иногда попадаются там спортивные детские площадки. Ну, в общем, вот такая вот красивая озеленённая местность. Ну, возникает вопрос, а как, а где же речка? Вот обычно вот в таких вот местах, вот в таких вот оврагах, да, в местности подобных, как вот это вот такое, да, в долинах, обычно протекают речки, ну, или хотя бы какие-то ручьи, как минимум, да, а здесь мы этого не видим, то есть вот вроде бы зелени полно, вроде бы уклон какой-то есть, прогулочные дорожки, никаких строений здесь нет, вот, а речки нет. Как это так? Странно получается. И, кстати, с другой стороны, та же самая картина. Ну, здесь как бы нету, невозможно показать, в силу того, что, так сказать, нету панорамы этого места, но это неважно. Главное, я не думал по другой сторону Мосфильмовской, то есть, это самое, туда уже в сторону непосредственно Сетуни, да, вот, и, соответственно, где же речка-то? А речка есть, а речка есть. Вот кажется, где же речка, если мы её не видим, да, а речка есть. А речка проходит в подземном коллекторе, понимаете? Вот мы её не видим, а она там протекает, она там протекает под землёй, в трубе. Вот оно в чём дело-то, понимаете? Ну, ведь не всегда же было так. А было время ещё, когда здесь Москвы никакой не было, построек не было, и речка текла, вот эта кипятка, как раз, как такой горный поток стремительный, да. Ну, она, кстати, очень небольшая, эта речка, всего около двух километров, а действительно маленькая речка по-настоящему, она всегда была маленькой. Вот, но сейчас стало ещё меньше, потому что Верховья, как часто бывает, засыпали просто. Ну, так вот, и речка эта протекает, так что эта вот территория, она не случайно не застроена, и не случайно здесь вот такие вот, в общем-то, уклоны, да, и овраги, это всё показатель того, что там действительно протекает речка, просто её не видно. Ну, и, конечно, понятно, что строить здесь тоже нельзя, поэтому ещё и не построено. Иначе бы там, можно, всё бы застроили здесь тоже такое место. Ну, вот Вишнёвый сад всё-таки пытается, но Вишнёвый сад всё-таки, он не непосредственно от речки, он около, он где-то там сбоку, но он сбоку, а сама речка-то, она здесь протекает, она там, внизу, за зарослями листвы вот этой, вот она где там протекает. Вот, ну, и вот я здесь показал, вот здесь красные линии, я выделил так, как вот эта речка, она, собственно говоря, вот, в принципе, протекает, да, видите, вот эта речка Кипятка. Видите, она начинается как раз вот, ну, грубо говоря, где МГУ, где большой газон примерно, да, вот МГУ, ну, там и главное здание неподалёку находится, то есть на пересечении Университетского и Мичуринского проспектов. Вот здесь она примерно начинала, ну, или даже, можно сказать, в прошедшее время она начиналась, ну, а даже раньше она когда-то ещё немножко туда проходила, уже непосредственно территорию. Ну, когда МГУ сделали здесь, то, естественно, всё это засыпали, всю речку в подземный коллектор убирали, вот, и дальше она вот здесь протекает. И вот как раз, вот оно, вот оно, вот это место, вот она, вот эта долина, это речки Кипятки, которую как раз я только что показывал. Вот оно, вот это живописное место, оно как раз здесь находится по одной, и по другую сторону Мосфильмовской улицы, то есть и здесь, и здесь. Вот это как раз такая вот долина, это долина речки Кипятки. Вот, живописная, да, до сих пор, а слава богу, она сейчас ранила живописность. Ну, конечно, немножко там проложили, всё-таки город пришёл чуть-чуть, асфальтированы дорожки, там всякие площадки, немножко сделали. Ну, по сравнению с тем, что в других местах, вот только недавно Чертановку показывал, да, около Пролетарского проспекта. Ну, сами понимаете, разница, конечно, колоссальная, то, что там и то, что здесь. Там ещё сохранилась и растительность определённая, ещё старая такая вот, низовая, да, ну и верховая тоже, там почти всё вырубили, а здесь ещё всё-таки есть. Ну вот. И дальше вот она протекает, течёт, 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 но мы её не видим, поскольку она на всём абсолютно протяжении, то есть вот если котловка всё-таки, она во многих местах, мы её можем видеть, она в открытой участке, а сохранили, слава богу, то здесь она везде проходит именно под землёй в коллекторе. И дальше она выходит вот в этот московский гольф-клуб, то есть заканчивается на московском гольф-клубе. Значит, этот гольф-клуб, он, кстати, был создан ещё, ну, естественно, закрытой, понятное дело, территории, только для своих, он был, кстати, первый гольф-клуб, который был создан в Москве. Да, едва ли не в России вообще, да, скорее всего, и в России. Это было ещё в советское время, в конце 80-х годов. Вообще, когда-то здесь было, говорят, церковное кладбище при этой Троицкой церкви. Дело в том, что здесь находилось вот как раз при слиянии вот именно Кипятки, при впадении Кипятки в речку Сетунь, находилось с давних времён село Троицкое-Гленичево. Ну, Гленичево – это род Гленичев-Кутузовых, ну, а Троицкая – это, соответственно, Троицкая церковь. Это, кстати, да, это район Раменки, я, кстати, не сказал. Запад Москвы – район Раменки. Вот, и, значит, здесь когда-то было, говорят, кладбище, а потом были огороды местных жителей. Участки, огороды, там, сады тоже и так далее. Ну, а в конце 80-х всё это там уничтожили. Вот, и, соответственно, видите как, сделали гольф-клуб на этом месте. Соответственно, на месте вот этого вот бывших огородов. Ну, и так этот гольф-клуб, он с тех пор находится. Это, кстати, начало улицы Довженко. Вот здесь она как раз начинается именно от этого гольф-клуба. Видите, написано улица Довженко. И вот она как раз от этого гольф-клуба, она и начинается. Вот. Ну, и он как раз числится тоже по улице Довженко. Ну, и там всякий клубный дом стоит, там разные типы гостиницы там для влиятельных людей. Ну, сами знаете, кто гольфом занимается. Вот. Ну, короче, ладно, это уже о гольфе. А мы, собственно, про речку. И вот что еще интересно. Интересно то, что... Обратите внимание. Вот я, видите, как прочертил. Смотрите. Получается, что как бы речка, она раздваивается здесь, да? То есть вот туда и туда. Вот как бы два тростка. Но здесь она как бы течет, да? Вот трубе течет, течет. А потом образуются как бы две трубы такие, да? То есть она тоже течет, но только уже там в двух трубах. А почему так? Почему так это произошло? А дело все в том, что вот это вот то, что мы видим, это вот такие вот, как бы здесь вот такие озера, да? Вот одно вот это, ну, такое крупное, с островом даже, а там вот второе еще маленькое. Дело в том, что это Старица Сетуни. Что такое Старица? Старица – это место, по которой когда-то протекало русло реки Сетуни. То есть сейчас Сетуни протекает вот здесь. А когда-то она протекала немножко вот здесь. Вот именно как раз вот около церкви и вот где как раз село Троицко-Глиничево находилось. Вот. И, соответственно, Кипятка, она раньше впадала именно сюда. Ну, то есть старое русло реки Сетуни. Вот сюда она впадала. А потом, соответственно, Сетуни, она уже по другому руслу протекала. Ну, я не знаю уж почему так произошло. Ну, не знаю, в силу каких-то там естественных причин или искусственных. Может, спрямили как-то, по-другому переложили. Может, рукотворно. А может быть и нет. И так тоже бывает. Ну, может, как говорится, река там промыла другое себе русло. Ну, короче говоря, как бы там ни было. И вот теперь, получается, что Кипятка, она еще трубу проложили еще к новому руслу. То есть получается, что Кипятка, она как бы впадает теперь как в двух местах в Сетуни. Она впадает вот здесь, коллектор выходит. И вот здесь вот коллектор выходит. Но еще раз повторюсь, что когда-то было не так. Когда-то, конечно, ну, понятно, что устье в реке только одно, в принципе, может быть. И, в принципе, когда-то она впадала именно вот сюда. Вот в это русло. Ну, а потом уже проложили еще один коллектор. Ну, для чего это сделали? Еще одно как бы... То есть получается, что как бы трубы сюда идут и трубы сюда. Здесь они тоже не видны. Эта речка, она под землей протекает. Видны только вот эти вот озера. Это как бы такая вот верхняя, нижняя старица реки Сетуни. Почему это сделали? Вы знаете, ну, я думаю, может быть в том, чтобы, ну, скажем так, поскольку тем более речка бурная. И может быть это сделать для того, чтобы как бы не было больших разливов воды. Тем более все-таки это Кульф-клуб. И может быть для того, чтобы как бы равномерно пустить часть воды, пустить сюда, этой речке. А часть пустить вот сюда. Ну, и как бы было такое большее распределение, да, то есть по территории. То есть какая-то часть воды шла сюда, а какая-то часть вот сюда. Ну, а дальше там уже все в сетом впадает, уже вроде как не страшно. Вот. А если бы весь поток пустить сюда, ну, значит, здесь просто был бы, видимо, большой разлив. И из-за этого, ну, чтобы такого не было, то как бы так вот и сделали. Вот, ну, тоже интересно так получается, да? В принципе, да. Ну, вот, собственно, такая вот речка. С двойным теперь устьем получается и тут, и там. Да, и, кстати говоря, вот усть выглядит вот так. Ну, знаете, и его можно, кстати, увидеть. То есть если вот это закрытая территория, доступ сюда, конечно, нет. Но вот, собственно говоря, как впадает, можно видеть. Вот, собственно, так вот впадает. Видите, вот так вот кипятка впадает в сету. Ну, собственно, тут все просто. Ну, обычное впадение. Вроде как ничем не причинает труба. Говорят, она илом забита. Ну, и, в общем, довольно сильно. Видите, да? Даже там половина видна там, половина трубы, там остальное. Вот, и она вот втекает. Вот сету все-таки такая довольно крупная река. И вот это вот такая широкая сета. И, соответственно, маленькая вот такая вот эта кипятка. Вот здесь она как раз впадает. А это территория гольф-клуба. И вот она как раз здесь вот и впадает. Собственно говоря, вот в сету. Вот и все. Ну, и второй коллектор, он точно такой же. То есть я имею в виду там два же, да? Вот. И он точно такой же. То есть абсолютно. Они друг на друга похожи. И этот коллектор можно видеть с другого берега. Потому что другой берег, он пешеходный. Там проложены дорожки. Я показывал, кстати, уже эти дорожки. Ну, в общем, и, в принципе, все это можно видеть. То есть вот этот берег здесь вот. Он на всем протяжении пешеходный здесь. Начиная от Минской улицы. Ну, практически от Минской. Там здесь, правда, нет пешеходного. Вот здесь вот идет мосток. И вот отсюда уже пешеходная часть идет. Там за улицу Улафа Пальма. Ну, вот так вот. Ну, и дальше вот пройти можно. И как раз вот увидеть вот этот коллектор. И знайте, что здесь как раз кипятка впадает в Сиэтунь. Ну и кроме того, конечно, вот эта территория, тоже имейте в виду, что она не просто так, не просто какая-то такая выраженная долина, здесь вот около Мосфильмовской улицы, а там действительно течет под землей речка. Кстати, говорят, раньше на ней были довольно мощные родники, которые, в общем-то, скорее всего, уничтожены. Говорят, вроде один родник какой-то остался, даже показывают на картах. Здесь вот как раз неподалеку с этой стороны. Ну, не знаю, насколько. Ну, я думаю, что в любом случае, если он и остался, то явно, что он, скорее всего, уже несколько загрязненный. То есть я не думаю, чтобы он там прям был той чистоты, которая, соответственно... Ну, эти родники, кстати говоря, они во многом тоже еще определяли вот этот такой горный характер вот этой речки. Ну, а потом, когда их во многом заглушились, да, все, в общем-то, и фактически уничтожили в значительной степени, то речка уже тоже стала не такой бурной, как это было раньше. Ну, и не такой чистой, конечно. Вот такая вот интересная речка, вроде маленькая, да, но она вполне, как говорится, в общем-то, прослеживается, да, по рельефу и вообще по местности в Москве. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok